Аллилуйя! Давайте Богу вас дадим всю славу через Собольский мир. Давайте будем благословлять, пребудьте в мире. Вы миссионер, который спасет весь мир. Вы унаследуете ту землю. Значит, сейчас уже начался праздник Чусок, и сегодняшняя тема про то, что идол надо разрушать. Желаю вас, что вы стали свидетелем этого слова. Вот вчера один человек написал мне сообщение в Какао. Вот вчера было слово, в субботу послание для ремнентов. И вот он сказал, что, вот, мне кажется, вот эта Божья любовь, Божья сила, вот это все далеко от меня, 24 часа. И он задал мне вопрос. Пастор, а как вы поддерживаете вот это испытание Божьей любви, Божьей силы, Божьей мудрости? Вот чем вы поддерживаете? Вот он написал мне такое сообщение. И вот я, имея в виду вот этот вопрос, я тоже задумался о многом. Вот действительно, что такое счастье 24 часа? А что такое вот благодарение 24 часа? Что такое Богу православление 24 часа? И вот я немножко подумал об этом. И вот тогда я подумал, что моя сила, моя благодарность, моя любовь, это не от меня. Это все внутри Божьего спасения. И вот один из моих, вот один из моих любимых библейских стихов, это Римлянам 5.8. Что Бог, Своя любовь нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Вот. Когда мы еще были грешниками, когда мы не знали Бога, когда мы не могли встретиться с Богом, когда жили как грешники, тогда нам, которые должны были столкнуться с бедствиями, Бог отправил Христа. И Он спас нас, чтобы доказать, что Он живой для нас. И вот понимание этого, вот это и есть настоящее счастье. И благодарна за то, что до сих пор мы имеем это. И это для нас сила огромная. Поэтому, думая об этом слове, я подумал, а внутри этого благосения я получил спасение. И, вот, Бог, Он призвал меня. И вот я подумал, что, а, сейчас я пред Богом получаю Божье использование. Получай Божье использование. Послушайте, вот, хоть мы и кажется, что мы делаем Божье дело, но на самом деле, на самом деле, мы ничего не делаем. Бог, Он нас призвал. Бог, Он дает нам сейчас силу делать что-то. То есть мы получаем просто использование Божье. Поэтому, в каком-то случае, вот у меня, к примеру, счастливое время от силы – это слово. Вот, когда я упорядочую слово. Вот я же пастор, поэтому, когда я упорядочую слово, вот тогда для меня счастливое время. Поэтому я отправил три места из Писания. Первое, Римлян 5.8. Это спасение. Я получаю использование. И второе, когда я, вот, получаю Божье использование. И третье, когда я упорядочиваю слово. Поэтому, и вот, у меня упорядочилось Божье счастье, Божья любовь, Божья сила. А у вас, благодаря, вот, когда вы испытываете любовь, когда вы испытываете силу, благодарность. Вот мы сегодня прославляли благодать, что я спасен, я грешник спасен. Вот это, вот в этом есть все. Нет ли счастья, нет ли благодарность, нет ли сила для меня? Ну, вот, вот люди много спрашивают. А вы счастлив? А вы счастливы? Послушайте. А вы счастливы? И зачем вы счастливы? Может быть, у меня что-то есть, поэтому я счастлив? Или же, вот я, вот я сейчас так прилежно живу. Но люди, которые так усердно живут, кажется, что они могут обрести счастье, какой-то мир. Но действительно ли это счастье? Вот многие люди, они же живут ради успеха. А почему люди пытаются достичь успеха? Ради счастья. Но вот, когда они достигают успеха, все, на этом заканчивается все. Но те люди, которые сейчас на успешном жизни, они счастливы? Вот послушайте, вот у вас, что для вас настоящее счастье? Причина верит в Иисуса? Вот это есть тоже причина для счастья. Конечно, такие люди есть. Вот, действительно, вот сегодня утром, вот я желаю, чтобы мы задумались на два порта. Я желаю вам вопросом, что для меня счастье. И во-вторых, вот мы, покажем в мире, мы получаем много вопросов. Почему только в христианстве есть спасение? Вот, наверное, во время праздника часов, вот вы там будете встречаться с кем-то и от кого-то услышите этот вопрос. А почему вы говорите, что только у вас спасение? То есть, вы что, какие-то избранные, что ли? Но для неверующих такое говорит, это само собой, потому что они не знают Евангелие. Но, вот, есть люди, которые ходят в церковь, ведут же сферу, но они ведут религиозную же сферу. И вот они не могут понять тоже, почему в церкви только о христе надо постоянно говорить. Что получается, то есть, ну, как бы, люди же в мире, они, как бы, не понимают, смеются. А вот вы как об этом думаете? Почему вот в христианстве только о христе говорится? Почему говорится, что только через христа можно получить спасение? Вот, послушайте, Библия, она не говорит о Евангелии. Знаете, Библия говорит о только Евангелии. Поэтому, поэтому, когда неверующие смотрят, кажется, что христианские-то, они, у них это исключительные права. Но есть вот, есть религиозные люди, которые тоже не понимают, почему только Христос. Но, послушайте, Библия, она говорит только о Христе. Вот, почему иудеи, вот, за всю историю, они семь раз претерпливали бедствию? Потому что они не стали только Христос. Поэтому в ихней истории они постоянно были рассеяны и сталкивались с бедствиями. Поэтому сегодня, а для меня, что есть настоящее счастье, необходимо ответить на этот вопрос. И, действительно, почему только христианство, почему христианство говорит только о Христе? Почему в христианстве говорится о спасении? Вот, тоже необходимо получить ответы на эти вопросы. И, если так произойдет, тогда, прежде, из-за чего я могу быть по-настоящему счастливым? Вот это важно. Значит, изначально все мы были счастливыми творениями. Значит, вот, все люди в этом мире, они пытаются достичь успеха, правильно? Почему? Потому что изначально человек, он был счастлив. Поэтому и сейчас люди, они ищут в своей жизни счастье. Но откуда это сейчас ограничено? Вот, в основе своей, значит, возможно быть счастливым, только, когда общаемся с Богом. Общение с Богом — это есть лучшее счастье. Послушайте, стандарт успеха надо сейчас правильно поставить. На этой земле я много выучил, я получил образование, я не получил образование. Это не важно. Внутри человеку, у которого есть отношение, общение с Богом, внутри этого общения человек может найти для себя счастье. Вот вы знаете хорошо, Псалом 22, Давида, Господь пастор мой, я ни в чем не буду нуждаться. И когда был написан этот Псалом? Никогда Давид, он спокойненько лежал, там себе наслаждался. А в самое тяжелое время Давид так и спидал. Господь пастор мой, я ни в чем не буду нуждаться. Вот в самый тяжелый момент жизни он написал так. То есть вообще в таких моментах такое не пишут. Но он пишет, говорил, что я ни в чем нуждаться не буду. Это значит, что поскольку Бог со мной пребывает, поскольку Господь пастор мой, я самодостаточный, я счастливый. То есть счастье можно найти только внутри общения с Богом. Нам необходимо это понять. И если есть цель нашей жизни с вами, то это лишь для того, чтобы Бог создавал человека, чтобы человек мог общаться с ним. Поэтому сейчас вот люди, которые в этом мире, они постоянно ищут счастье. Вот. Мы говорим, что человек был создан по образу Божьему. Что это значит? Человек создан был для того, чтобы иметь общение с Богом. Поэтому в Бытии 2.7 сказано, что Он сотворил нас душой живой, данным Дух Свой. Для чего? Чтобы мы были духовными творениями и могли общаться с Богом. И почему Бог дал нам Слово, которое является Жизнью? Ради общения с Богом. Потому что Бог допустил мне Слово, это Слово Жизни, чтобы я мог общаться с Богом. Мы с вами образ Божий. Мы с вами Душа, которая имеет Жизнь Вечную. И мы с вами имеем Жизнь, которая является Словом и оживляет местодействия и каждого в отдельности. Поэтому вот вам необходимо понять, насколько Бог желает иметь с нами общение. Поэтому вы не ищите счастье в чем-то другом. Все проходящее. И вот сейчас, если вы будете находиться внутри общения с Богом, вот это самое счастливое время. Вот, чтобы в этом мире люди не имели, значит, это их несчастье не сравнится с счастьем в общении с Богом. Поэтому, хоть и мы с вами живем на этом мире, но не надо впадать в этот мир, а необходимо жить, имея общение с Богом. Вот это для нас настоящее счастье, искреннее счастье. Вот, смотрите, бывает, что на местах действия вы сталкиваетесь с проблемой, правильно? Но вы не думаете, что это проблема. На своих местах действия, когда вы сталкиваетесь с различными проблемами, прежде входите тогда в общение с Богом. Я желаю, чтобы вы так делали. Вот один человек, вот он зашел в мой офис, и вот он положил письмо. Вот я прочитал и пришел сегодня. Но вот этот человек, он занимался бизнесом, но сейчас бизнес остановился. Но этот человек, он не беспокоится. Почему? Потому что через Божье Слово, каждый день, через послание Рюкиси, он упорядочивает Слово, он находит Божий план, и вот он ждет, что Бог через эту проблему даст еще больше ответов. И вместо того, чтобы просто так тратит время, он входит в Слово, и Словом получает водительство. И вот он обо всем этом написал в письме и оставил письмо мне на столе. Да, действительно, это так. Вот мы с вами же, пока Жанна это замерили, сталкиваемся с различными проблемами. Но кажется, даже когда вы сталкиваетесь с этой проблемой, не держитесь за проблемой. А прежде я желаю, чтобы вы вошли в общение с Богом. Поэтому внутри проблемы мы сможем найти Божье четкое водительство. Вот во многих случаях здесь проблемы, но люди впадают в эти проблемы. Поэтому не получается ничего другое. Обязательно, поскольку мы народ Божий, то внутри проблемы есть Божий план. Потому что Бог ведет нас. И не просто так Бог, Он допустил какую-то проблему. Бог, Он специально допустил эту проблему. Послушайте, у Чада Божьего случайностей нет. Во всем есть Божий план и проблемы, которые совершает Божий план. Поэтому прежде необходимо войти в Божие общение, и тогда мы найдем Божье водительство. Бог Духом Святым ведет нас. И мы найдем, что Бог ведет нас мудростью Своей. И что совершится внутри этого? И в это время придет мир. Вот, хоть и кажется, что проблема невозможна решить, а в сердце мир. И кажется, что передо мной сейчас нерешаемая проблема. Но внутри этих проблем Бог дает ответ. Какой? Нерешаемый. Поэтому, что будет совершаться через мир? Когда люди будут смотреть мирские на меня, они подумают, а как Он такой спокойный? А как Он такой счастливый? Поэтому, вот, самое важное, когда вы, если вы сталкиваетесь с проблемой, не впадайте в эту проблему. А, это сейчас знак для меня восстановить отношения с Богом. А это знак для меня войти в общение с Богом. Поэтому я желаю, что вы не пытались быстренько решить эту проблему. Потому что не надо решать вообще эту проблему. А прежде, если войти в общение с Богом, тогда Бог покажет, как Он нас ведет. И мы увидим действие, что Сам Бог решает наши проблемы. Поэтому, что придет? Мир придет. И тогда мудрость будет Божьим Духом. Вот это и настоящее счастье. Поэтому, вот, с этой недели вы обязательно применять это слово. Когда приходит проблема, входите в общение с Богом. Во время всех событий, входите прежде в общение с Богом. И во-вторых, во-вторых, какой вопрос надо задать? Почему? Почему надо верить в Иисуса? Почему только в христианстве говорят, что спасение только у них? Вот, вы сами как считаете? Значит, все религии, они же религии, они все одинаковые. Ну, все правильно, все религии, они похожи. Но, есть различия между религией и христианством. Что это? Это разница, связанная со спасением. Разница о спасении есть. То есть, значит, все религии, они признают, что все люди имеют природный грех. То есть, Библия четко нам об этом говорит, что все люди согрешили и лишили славы Божьей. Когда мы говорим, все люди, мы имеем в виду, первородный грех. То есть, из-за первородного греха человек потерял славу Божью. И Римлянам 5.12 сказано, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть пришел во всех людей. То есть, после Адама и Евро все уже люди рождаются грешными, уже находятся во власти сатаны и связаны с сатаной. Поэтому грех вошел в мир через одного человека, и грехом смерть. Что-то за один человек. Это Адам, то есть, это событие природного греха. Поэтому, как только я вошел в этот мир, я уже нахожусь внутри этой проблемы. И все люди связаны с этой проблемой. Поэтому проклятие природного греха невозможно избежать в своей жизни. Но, конечно, жалко, но не только не признают Евангелие, а люди не знают, что человек уже родился с природным грехом. И, как вы хорошо знаете, есть то, что еще не признают. Я прошу прощения, первое, религия не признает природный грех, второе, религия не признает сатану. А Библия четко говорит нам о грехе, о сатане. То есть, Библия говорит, что не только сатана атаковал Адама и Евро, а и сейчас сатана, он действует во всем мире. Поэтому, что такое спасение? Это освобождение из природного греха. Вот это спасение. Что такое спасение? Наши другие религии, они пытаются что-то там нести, но они не могут помочь выбраться человеку из природного греха, из рук сатаны. Поэтому, почему нам необходимо выйти из природного греха, выйти из-под рук сатаны? Потому что жизнь — это природного греха, это жизнь во власти, которая держит сатану. И результат такой жизни — это идолопоклонство. Идолопоклонство — это не просто идолопоклонство. Значит, из-за природного греха люди занимаются идолопоклонством. И поскольку люди находятся в руках сатаны, поэтому на места действия проявляется идолопоклонство. Поэтому в библии сказано, не занимайтесь идолопоклонством. Потому что результат идолопоклонства — это обман сатаны. Сатана будет сватывать меня, держать меня будет. Вот, вы хорошо же знаете, да, исход 20-й главы, что те люди, которые занимаются идолопоклонством, проклятие идет до третьего и четвертого их рода. Поэтому библия говорит, что нельзя заниматься идолопоклонством. И вот библия говорит об этом идолопоклонстве. Это действие бесов. Давайте посмотрим 1-й кориффинам 10-20. Сказано, язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Вот вам надо четко знать. Все неверующие, их жертвы, поминки и так далее, это все идолопоклонство. И это все не просто общение, это общение с бесами. И вот этот вот злой дух сатана, он что, нас благословляет? Абсолютно наоборот, он нас не благословляет. Иоанна 10-10 сказано, что сатана пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить. То есть вот это суть сатаны. Вот такое вот сатана, как творение. Поэтому люди через идолопоклонство связаны с сатаной. И будучи связаны с сатаной, они живут в судьбе. И усердно живут. Но в итоге потом разрушаются. И вот кажется, что приходят ответы, кажется, что появляется что-то хорошее. Кажется, что проявляется физическое хорошее. Но поскольку сатана, он обманщик, наоборот, он через все это хорошее ворует. Поэтому сатана в итоге, он приводит к поражению. Он разрушает, он разделяет. И вот с этим мы тоже прочитали с вами. Главное местное воспитание в Транзаконе 4-й год. Сказано, никакие изображения, ничего не делайте. Не стройте. Вот посмотрите. Вот. В Транзаконе 4-й год. А было ли это слово в то время только? Нет. Это слово и сейчас подходит. Потому что сейчас происходит так же, как раньше проходило. Значит, а если кто-то не знает, и вот создат, создат какое-то изображение, идол, и будет просить благословение, вот это конец жизни. Потому что люди находятся в духовном невежестве. Поэтому они, не знаю, и в Англии так поступают. И ждет поражение. Послушайте. Вот. Вот. Обходимо молиться за таких людей. Но вот если люди помолятся Идову, то что придет ответ, вот проблема в том, заключается, что ответ придет. Придет ответ, но потом будет еще хуже, потом придет еще большая проблема. То есть этот ответ, который они получают через Идолы, это не Идол, это не ответ, который оживляет, а это ответ от злого Сатана, беса. Поэтому Трозаконие 4.15. Значит так. Не делайте себе изображение, кумиры и так далее. Вот этого религиозники не знают. И политики об этом не знают. И вот те люди, которые занимаются культурной деятельностью, они тоже об этом не знают. Поэтому все... Вот. Чему мы можем научиться от, к примеру, от Идолопокорнических стран? У них все начинается с Идола, с Идолопокорнства. Это что значит? Они не понимают, что такое жизнь. Они даже сами не понимают, что они впали в Идолопокорнство. Поэтому они приходят к поражению. А бедные страны? Бедные страны, средние страны азиатские. Значит, вот те люди, которые имеют различную там идеологию, значит, они все впадают в культуру шаманизма, гадания. И вот в бедных странах, да и вообще... Вообще странно, вот это все шаманизм, гадания, Идолопокорнство уже стало культурой. Поэтому люди не могут в ней заниматься Идолопокорнством. Вы знаете, какие будут результаты за Идолопокорнство? Это бедствие. Поэтому, если заниматься Идолопокорнством, тогда бедствия еще больше приходят. Вот вы посмотрите на историю. Вот. За все время... За все эпохи... Знаете, какая самая страшная эпоха? Это эпоха Идолопокорнства. Потому что тогда больше всего поднялось войн и бедствия. И чем больше проходило время, тем больше проявлялся результат Идолопокорнства. Значит, из-за Идолопокорнства появляются различные проблемы. Проблемы появляются. И... Вот. Это все беспокойство, переживание политиков. Значит, потому что люди не знают духовного мира, у них нет духовной силы. А если у них нет духовной силы, тогда само собой уж у них не приходит проблема. Поэтому Библия обязательно говорит, что никаких изображений не создавали. Вот. Четвертая глава, 16 по 18 стихи. И мы с вами не занимаемся Идолопокорнством. Поэтому люди духовно в этом мире, которые занимаются Идолопокорнством, они терпят поражение. Почему? Потому что они находятся в ногах у сатаны. Вот. 237 стран сейчас, они уже проникли в 5... В страны различные, племена в 237 стран. И в итоге... И вот в итоге наши потолки с вами, они столкнутся с местом действия, где они умрут. Поэтому сказано, изображение не создавай. Идол не создавай. Потому что все вот эти вот всякие статуи и вот эти всякие... Это все Идолопокорническое. А также есть еще один невидимый Идол. Значит, не только то, что мы видим, является Идолом. А невидимый Идол — это тоже Идол. Но поскольку люди не понимают, что это Идол, они не воспринимают это как Идолопокорнство. Послушайте, если не постоянно подчеркивать Евангелие, тогда люди впадают в Идолопокорнство. Понимаете? Вот. То же самое. Значит, люди в этом мире, они все впали в Идолопокорнство. И если начинаешь говорить о Христе, тогда церковь это не нравится, это церковная власть. И начинают притеснять. Вот это тоже значит, что церковная власть стала Идолом. А также у нас есть такое, что если не знать Евангелие, если не знать Евангелие, говорит мистицизм, то есть какие-то чудеса, тогда люди впадают в мистицизм. И вот церкви некоторые, вот они стали такими. Что такое? Что такое мистицизм? Это жить на основании самого себя. И такие люди, они вообще не верят в Божье Слово. Вот кажется, что у них хорошая вера, но если вы посмотрите внимательно, то они не верят в Божье Слово. Поэтому я не слушаю проповеди других христианских пасторов, потому что они говорят о других вещах, которые важнее, чем Евангелие, по их мнению. Но, послушайте, мистицизм, это страшно. Это то же самое, то есть из-за этого, то же самое люди будут подражать, как из-за Идолопокорнства. Но если подчеркивать только Евангелие, тогда, то есть если не говорить о постоянном Евангелии, то церковь потихонечку входит в мистицизм. И вот если посмотреть, то вот это уже становится таким эгоизмом, индивидуальностью. Поэтому почему она постоянно с вами говорит только о Христе? Вот у нас еще есть закон. Закон. То есть закон нужен для того, чтобы мы поняли, что нам нужен Христос, нам нужно держаться за Христа. А если не подчеркивать, а если не подчеркивать только Христа, тогда люди впадают в законничество. То есть надо соблюдать Слово, надо это делать, надо это делать. И мало того, что такие люди законники, они себя постоянно критикуют, они других начинают критиковать. Вот это называется законничество. И поскольку в таких церквях нет Евангелия, то многие люди там находятся в ранах. И в церкви много что говорится. Ссоры. Но вот это не Слово, которое живет, это Слово, наоборот, которое разрушает. Поэтому то, что люди критикуют другого, возможно, может быть, это хорошо, но они начинают становиться причиной ссор в церкви. Поэтому церковь, она ссорится. Послушайте, вы не ссоритесь, потому что внутри Христа другая ссора. Внутри Христа другая борьба, я прошу прощения. Поэтому вот это и есть законничество. А за какой завет мы держимся? Что Христос все грехи закончил. То есть, хоть у нас есть закон, но Христос, Он уже все решил. Поэтому, вот, к примеру, мы с вами верим в Иисуса, но совершаем ошибки. Такое есть, да, много таких людей. Но, что важно, мы из-за Христа стали праведниками. Не то, что мы праведник, потому что мы правильно живем, а потому что мы верим во Христа. То есть, многие люди, вот они здесь обманываются. Ой, а вот надо ли мне правильно жить, а надо ли мне вот это делать? Послушайте, мы получили спасение из-за веры во Христе. А до Христа, надо делать добрые дела. Но мы с вами получили спасение Христом. Поэтому, вот этот Христос, Он не стал только Христом. Поэтому люди начинают критиковать. То есть, критика выходит. И в церкви раны есть, много ран у людей. И потом люди уходят из церкви. Ну, вот такое происходит. То есть, одним словом сказать, если Христос не станет только, тогда христианство становится таким же, практически одинаковым, как и другие религии. Поэтому, из-за того, что церковь упустила только Евангелие, церковь стала религиозной. Почему она говорит только Христа? Какая причина, почему она всегда подчеркивает только Христа? Из-за этого. И также католики. Я прошу прощения, но в католицизме много идола, идолопоклонства. Значит, когда Моисей был на горе, тогда Бог сделал так, что Моисей ничего в себе не имел, никакого идола. Поэтому даже самые сейчас русскоязычные страны, везде идолопоклонческие религиозные религии. И другие религиозные организации, они тоже сейчас активничают, к примеру, через медитацию. И вот приходят огромные проблемы. Почему? Потому что идолопоклонство. Поэтому нам необходимо с вами получить ответ, в чем разница между религией и христианством. Религия — это когда я иду к Богу. А Евангелие — это когда Бог сам ко мне пришел. А сколько мы не можем прийти к Богу, то Бог сам нашел меня и пришел. И то есть Бог, Он Христом пришел ко мне. И мы только через Христа можем встретиться с Богом. Христос есть истинный путь. Только Христос, Он истинный священник, который решил проблему грехов и проклятий. Он есть истинный Христос, истинный Царь, который освободил нас от власти сатаны. Поэтому только Христос, Он совершает спасение, Он дает спасение. Поэтому, в Евангелии 4.12 сказано, «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, который належал бы нам, спасилось». Послушайте, прежде действий, поступков и дел, очень важно, это Христос. Я живу доброй жизнью, я получаю спасение? Нет. Веря во Христа, мы получаем спасение. Поэтому, вот, в сегодняшнем месяце в Писании, Моисей говорит, не создавайте идола. Вот, четвёртая глава, это второзаконие. Значит, ну, считайте, что это уже последняя часть уже жизни Моисея. Это он говорит, первое, он говорит, не создавайте себе никаких изображений, затем, значит, не создавайте никаких идол. И третье, не забывайте слава Божьей. То есть, всегда помните, помните закон Бога Живого. То есть, о чём он хотел сказать? Он хотел сказать, что, вот, Иисус Христос — это самый драгоценный подарок нашего спасения. То есть, он говорит об Иисусе Христе. Поэтому, значит, люди, они могли получать освобождение от грехов только через прощение грехов. То есть, вот, что хочу сказать, что если во Христе, тогда живёшь. Если во Христе, тогда прощение грехов. Даже если ты совершил много грехов, в тот момент, когда держишься за Христа, все грехи наши решаются. Вот, Марка 10, 45. Для сего-то Христос и стал выкупом за нас. Если посмотреть, Иоанна 19, 30, вот он говорит, «Всё совершил». То есть, он закончил все проблемы нашего греха. И через этого Христа, вот, временно 8, 2, мы получили освобождение закона греха и смерти. Послушайте, вот, Господь на кресте, Он умер, чтобы выкупить нас за все наши грехи. И затем Он воскрес. Воскресение — это из доказательства Христа. И через воскресение Он решил все проблемы нашего, все наши проблемы. Поэтому суть христианства — это смерть и воскресение. И когда Христос умирал, я тоже был включён в Него, я тоже умер с Ним. Когда Христос воскрес, я тоже был включён, я тоже вместе с Ним воскрес. Вот это и есть суть христианства. И вот если вот это знать, тогда вот это счастье. Если по-настоящему это знать, тогда вот это выйдет настоящая сила. И если это правильно знать, тогда отсюда выйдет истинная сила. Значит, по-настоящему 24 часа счастья, благодарность и силы. Я благословляю, чтобы вы нашли вот это благословение. Итак, первое. Сейчас весь мир умирает из-за идолопоклонства. Поэтому сегодня Библия, 4 глава, в 16 стихе сказано, «Не создавайте себе извояний, изображений какого-либо кумира». И 17 стих, никакого изображения там скота, птицы. И 19 стих сказано, «Вот на небо тоже посмотришь, на солнце, на луну, на злозы, мы тоже не служим». Почему? «Так как Господь, Бог твой, уделил их всем народам под всем небом просто, но им не поклоняйся». Но люди, а вот они вот этому поклоняются, там небу, там звёздам, ну в чём проблема? Значит, вот. Значит, проблема в том, что люди впадают в это. И если вот они впадают, то потом вот они уже углубляются в это. Но, послушайте, значит, сатана, он тоже может действовать, он тоже может дать мудрость. Но то, что сатана дает, это благословение? Нет, это не так. Матфея 12.43 сказано, что если один бес выйдет из человека, то потом придёт, поищет, найдёт семь, придёт, и первое будет хуже, потом будет хуже. Поэтому то, что сатана действует в жизни людей, даёт мудрость, ответы, значит, потом будет ещё хуже из-за этого. Поэтому что важно? Что сейчас весь мир, он впадает, выдал опоконство. Поэтому нам необходимо в Евангелии стать, стоять Евангелем. Слушайте, мы с вами, мы уже с вами во Христе уже новое творение. Поэтому 2 Корифея 5.17 сказано, «Итак, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь всё новое». Вот, послушайте, вот, Бог, Он может сделать, что мы что-то испытаем. А даже если Бог там не даёт какого-то великого цвета, ничего страшного, потому что мы уже новое творение во Христе. То есть написано, что мы раньше жили во власти смерти, во власти сатаны. А теперь мы стали новым творением, и мы перешли от смерти в жизнь. Иоанна 5.24 говорит об этом, что перешли от смерти в жизнь. То есть раньше мы были связаны с законом смерти и греха. То есть сатана держал нас. А теперь во Христе мы стали новым творением через закон Духа Жизни. не только это. Значит, Бог дал нам власть гречадами Божьими. То есть и дал нам власть, чтобы одерживать победу в любой войне. Поэтому, как сказано, поэтому, как сказано Римлянам 6.6, значит, раньше мы делали грехи, а теперь мы освободились от греха, и мы больше не рабы греха. Потому что, хоть мы живем на этой земле, но у нас есть поддержка Саи Своим Бесном. Для того, чтобы мы не только не занимались задаваться на этой земле, но чтобы мы могли спасать 237 стран. Что это за поддержка? Это престол Божий, который сейчас действует. Это с престола сейчас сходит сила, которая приносит в пространство и время. И что происходит? Когда эта сила сходит, сокрушаются силы, мы и ангелы Божьей, войско небесное, действуют в моей жизни. Почему? Потому что вы новое творение. И приходит ответ, что светит свет спасение в 237 стран мира. Для того, чтобы спасти людей, которые впали во тьму. Для того, чтобы для них проявился свет Божий. Бог делает нас такими свидетелями. Поэтому, что важно, каждый день необходимо ради Евангелия становиться самому. Что это значит? Необходимо входить в Евангелие. И если будете входить в Евангелие, знаете, что происходит? Всё будет восстанавливаться. Финансы будут восстанавливаться. Послушайте, если есть духовные проблемы, если есть физические проблемы, да, конечно, из-за этого приходит неудобство. Но вводите в Евангелие. То есть, значит, для того, чтобы себя ставить в Евангелие, постоянно входите в Евангелие. И тогда духовные проблемы, болезни, экономические проблемы, вот, когда оно решится, не знаю, но Бог в мгновение это решит. И потом, вот вы ради того, чтобы ставить себя в Евангелие, постоянно входите в Евангелие. И что произойдёт тогда? Тогда начнут меняться наши мысли. Вот посмотрите на Иосифа. Значит, вот он служил в доме Патифара. И сделал ли он что-то жене Патифара? Нет. Знаете почему? Потому что мысли его поменялись. То есть поэтому он ничего не сделал жене Патифара. Так же самое и Давид. Послушайте, он мог убить царя Сова, но он не убил его. Хоть у него было много возможностей. И потом, когда у него была возможность убить, он не убил. А когда тот умер, он даже покаялся. Почему? Потому что он показал ему, что всё в моей руке. Поэтому не стоит колебаться. Послушайте, если вы будете уходить в Евангелие, тогда перед вами Сатана пригонит колени. Вот чем больше вхожу в Евангелие, тем больше Сатана опускает руки относительно меня. Поэтому сегодня нам, ради того, чтобы становиться в Евангелие, необходимо входить в Евангелие. Входите в Евангелие. И тогда Сатана опустит руки, и уже ничего вам не сможет сделать. Вот Церковь так же сама. Если Церковь постоянно входит в Евангелие, Сатана не может колебать Церковь. А если Церковь в Евангелие не входит, наоборот, Церковь становится площадкой для игры с Сатаны. И семья так же сама. Значит, я благословляю вас, имя Господа, чтобы ваша семья, и вы постоянно входили в Евангелие. Я подытожу слово. Вот мы посмотрим Раскодный Чёртвый Гоу, 9 стих. «Только берегись и тщательно охрани душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей. И передай о них сынам твоим и сынам сынов твоих». «О том дни, когда ты стоял пред Господом, Богом твоим приходили, и когда сказал Господь, когда сказал Господь, что я возвещу тебе, собери ко мне народ, чтобы они боялись меня во всей жизни в своей земле и учили своих сыновей. Послушайте, молитесь за евангелизацию своей семьи и рода». Это абсолютный Божий план. Деяние 16, 31. «Верь в Иисуса и получишь спасение ты и весь дом твой». Послушайте, Бог желает, чтобы не только я был спасен, а чтобы вся семья, весь род получили спасение. То есть у Бога есть план, чтобы через меня проявилась Божья слава ради того, чтобы спасти семью, ради того, чтобы спасти семью от ада, от бедствий. Поэтому держитесь за завет евангелизации моей семьи. Вот сегодня, как мы прочитали, написано, чтобы необходимо научить этому своих детей и сыновей своих. Поэтому, говорит, передай им, возвещать им слава Мои. И вот если вы посмотрите на свою семью, на свою род, тогда вы увидите такое духовное течение. И вот необходимо воевать против этого духовного течения. Поэтому, как сегодня сказано во втором секунде, в четверг главе, в девятом-десятком стихах, написано «сынам твоим и сынам сынов твоих». Учи их и возвещаем. Поэтому, увы, желаю, чтобы каждый шаг, который будет идёт во время цюсока, это был шаг, который сокрушает идол. Помолимся. Бог, благодарим Тебя. Помоги нам на этой неделе. Во время каждого шага сокрушать идол и наслаждаться Евангелием. Благодарим и молимся во имя Господа Иисуса Христа с благодарностью. Аминь.